Представляю вам главный бой нашего турнира! Восьмираундовый поединок в суперполулёгком весе до 59 килограмм. Встречает и в синий угол ринга боец из города Меделин, Колумбия, Дэвис Перрикс! Ну что ж, дорогие друзья, наступает главное событие сегодняшней программы. Дэвис Перрикс против Акжола Суламанбек Улу и Дэвис Перрикс. Вот на ваших экранах колумбийский профессионал движется первым в ринг под группу Рэйч Игэнзи Машин. Он это делает, ему 32 года, очень опытный, 34 победы, 24 нокаута, 17 поражений, 11 досрочных, 4 ничьих. На его счету профессионал в феврале 2007 года. Приглашается его соперник, боец из города Екатеринбург, Россия. Акжол Сулайман Бекулу! Ну а теперь Акжол Сулайман Бекулу, боец родом из Бишкека, точнее, прошу прощения, из Баткена, Кыргызстан. Ныне резидент Екатеринбурга, рост 168 сантиметров, 27 лет, на 5 лет моложе он колумбийца. Проспект, 0 поражений, целых 9 побед, причем 4 из них нокаутом. Быстрый, перспективный, хлесткий парень. Профессиональный дебют случился у Акжола в августе 2016 года, тогда он победил нокаутом. В 2017 году, в прошлом, провел целых 5 поединков, целых 5 поединков, причем побеждал, например, Денис Алашин, а очень неуступчивого парня. 10 февраля все в этом убедились. Слушаем представление соперника. Голубец из города Медлин, Колумбия. Ему 32 года. Рост 165 сантиметров. Вес на взвешивании 60 килограммов. Профессиональный рекорд 55 поев. 34 победы, 24 нокаутом, 17 поражений и 4 ничьи. Соискатель титула чемпиона WBO Latino Девиз Пэрис. Его соперник в красном углу Боец из города Екатеринбург, Россия Ему 27 лет Рост 168 сантиметров Вес 59 килограмм 700 граммов Профессиональный рекорд 9 боев 9 побед, 4 нокаута Незнающий поражений чемпион WBC Азия Континенталь Акжал Сулайман Тек-Пулу Профери Ираклий Малозония Первый раунд Первый раунд только что вы видели Послужные списки бойцов Но Терес гораздо опытнее Но с другой стороны Он неприродный представитель Так скажем Первого легкого веса Боксировал он В общем-то Начинал свою карьеру Даже Выступал В легчайшем И В первом легчайшем весе То есть он постепенно По Сказать Поднимался по весовым категориям Поднимался по весовым категориям Совершенно верно Ну и видно что так Поатлетичнее выглядит даже Акжол Суламбеку Начал он поджимать Потихонечку своего соперника Достаточно длинная дистанция Этого поединка Восемь раундов по три минуты Запланировано Ну для Переса Это естественно уже Не тиковинка Он боксировал и по 10 И по 12 Он Чемпион Колумбии Кстати в первом Полусреднем весе Самое что интересно Ну Джорнимен Он и есть Джорнимен Доля Джорнимена В общем-то Гулять по весам Я скажу То есть Не боксируют они постоянно В одном и том же весе Вот так вот Если надо Спуститься вниз Если надо Наоборот Подниматься Подолжает Обрабатывать потихонечку Корпус своего соперника Суламбек Акжол Предыдущий поединок Очень-очень хорошо Провел против опытного Андрея Исаева Выиграл Ну На самом деле В одностороннем порядке Очень-очень комфортно Да Можно сказать Что Андрей Исаев Уже не тот Уже Может быть это не торт 37 лет Но Это не проблема Акжола Он Показал то что умеет А умеет он в принципе Многое Слева попадает Суламбек У нас снова левша Кстати в ринге Да Снова противостояние Левши против правши Ну Забрал центр ринга Контролирует в первом раунде Ситуацию Суламбек Каулу Но нужно быть ему аккуратным Иногда опасно Хлещет Эти боковые Колумбиецы И не забудем У него на 34 победы 24 24 нокаута Единственное что Три своих предыдущих Поединка Проиграл Дэвис Перес Но С другой стороны Почему бы не начать Год с победы Хороший вариант Вот он Ездил Он выступал Не только у себя На родине В Колумбии Ездил в Бразилию Мексику Германию В Никарагуа Опасно Сейчас проатаковал Дальние руки Перес Первый раунд Позади Ну вот Специализация Дэвиса Переса После Того Как он Нахватал Поражение Это встреча Проверка На профпригодность Проспектов В различной степени Талантливости Вот так вот Так что Уровень оппозиции Был у Дэвиса Переса Неплохой Для Акжола Конечно Противостояние С опытным Искушенным соперником Это Да по Пересу Дистанцию Восстановится Там был удар Ниже Ватерлиния Думаю Вот все правильно Кстати Молодец Акжол Потому что Там опасно Справа Бил Навстречу Дэвис Перес Очень аккуратно Пока работает Акжол Попадает Слева Еще раз А вот здесь Хорошо Воткнул Справа И Подзастоялся Чуть-чуть Перес И Нахапал Особенно Вот этот Левый Боковой Хорошая атака От Акжола Да Крюк по корпусу И апперкот Вот Перес Откровенно Позволяет Себя бить В надежде На то Что сможет Где-то Поймать На удар Акжола Но Акжол Пока Все очень Грамотно Делал Подсказывают Суламбеку Чтобы Больше Работал По туловищу Но Акжола Дважды просить Не надо В этом плане Молодец Он по корпусу Отгружает Во втором раунде Очень даже Неплохо Заканчивается Раунд Вот Опасно Чуть-чуть Подзастоялся Суламбеку Улу Ну и Лучший Кэтмен России Ну и Вообще Наверное Галактики Дмитрий Лучников Да Очень сильный Угол У Акжола Суламбека Улулу А вот здесь Да Видно Что чуть-чуть Подзаигрался И пропустил И пропустил Навстречу А вот здесь На месте Была рука У кыргызстанского Бойца И вот Очень зрячо По корпусу Отработал Уллу Здесь видно На повторах А вот Те два Аперкота Которые пропустил Чуть-чуть Подзаигравшись В серо-красных Трусах У нас Дэвис Перес В черных Трусах С желтыми полосами И с флагом Кыргызстана Акжо Суламбека Улу Эсмераундовый Поединок В рамках Первого легкого веса Рисовая категория До 59 килограммов Хорошо Снова продолжает Обрабатывать Своего соперника Передней рукой Акжол Много Обманных действий Маскирует он Свои атаки Мы видим Идет вперед Ну и так Он Работает Именно На тоннаж На серийность И методично Пока Пока забивает И смотрите Перестал На какое-то время Суламбек Улу Сваливаться В инсайт И где-то так Он уходит Корпусом И тут же бьет После ухода Больше Хорошее попадание А вот здесь Нужно дорабатывать Но аккуратно Колумбийц по-прежнему опасен Все равно Он Нет Выбрасывает Свой правый Навстречу Когда крюк Когда кросс Но очень 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 Так Выберет Вот хорошо По печени Ну На мой взгляд У Дэвиса Шанс Выиграть Только если Он Попадет Точно И внезапно И Разово Так Чтобы Упал Акжол Но Предпосылок Пока нет Вроде бы Ничего Не приключает Снова Раздергивает Дистанции Своего соперника Акжол Много работы Передней рукой Но вот Возня на ближний Акжол не нужна У него хорошо Получается С дальней Там Иногда со средней Попытался Огрызнуться Перес Но Пока Тоннаж Пропущенных Ударов Их уже было Немало На колумбийце Не сказывается Здесь Мажа Так Желый Попытался Перес За это Наказать Под конец Раунда Ждем Четвертую Трехминутку На мой взгляд Пока Все очень Неплохо Складывается Для Кыргызстанского Бойца Посмотрим Как будет Дальше А Перес Похоже Уже Подустал Сутим Да Выглядит Утомленным В данный момент Но я думаю Удары По корпусу И по печени В частности Даром Не прошли Для Дэвиса Ждем Четвертый Раунд Вашему Вниманию Повторы Ну что ж Угол Победа Победа В принципе В принципе Какого-то Такого Противостояния Не было Я думаю Доминировал На протяжении Всех Трех Раундов Акжол Ну по сути Да Бой-то был В одну сторону Достаточно Такой Односторонний В односторонний Он много пропустил Большое количество Ударов В третьем раунде Привели его И его команду Он был В принципе К Акжолу Читаем Мы видим Очень спокойно Акжол Радуется победе Уважаемые Дорогие Господа Ввиду отказа От продолжения Боя соперника Победу Техническим Нокаутом Одерживает По-прежнему Непобежденный Акжол Сулаймбек Улулу Да Победу В этом поединке Одерживает Акжол Сулаймбек Улулу Поздравляем Еще раз Акжолу Уважение Его сопернику Дэвису Пересу Ну что ж Вот так вот У нас Закончился Главный Поединок Вечера В ринге Традиционное Фото На память Ну а мы На этом Заканчиваем Прямую трансляцию Из Екатеринбурга До свидания До новых встреч Всего доброго Дорогие друзья События 24 февраля На арене Трактор В Челябинске Большой международный